Не за горами учебный год, а потому родители, вооружившись кошельками в минувшие выходные, уже поспешили по магазинам в поисках концтоваров и формы для своих малышей-первоклашек. Но чтобы собрать своего ребенка в школу, имея перед глазами не только широкий ассортимент формы, обуви и канцелярских товаров, но и доступные цены, в городе над Богом уже не первый год существуют школьные ярмарки. На одну из таких пришла Илария Куры со своей дочкой Софией. Для женщины, как и для любой мамы, 1 сентября ответственное и по-своему волнительное событие, тем более, когда это первый ребенок в семье и его школьный путь только начинается. Иларии Курысь хочется, чтобы дочке Софии праздник 1 сентября запомнился, а потому они вместе выбирают первый школьный наряд и первые школьные принадлежности. Первый раз первый ребенок отправляем в первый класс, конечно, и для нее, и для нас, и для родителей. Это волнительно. Не совсем представляем, чего можно ожидать от этого всего. Но, естественно, заранее готовимся. Список канцелярии нам дали еще на родительском собрании первом. И там уже по списку покупали канцелярию. Что касается формы, то в школе есть определенные требования. Темно-синий цвет, поэтому приблизительно нам сказали, что нужно покупать. Ну, а остальное уже сами выбирали. Я очень волнуюсь, но готова идти в первый класс. Мама мне уже купила в первый класс краски. Ну, вот мы сегодня акварель купили еще. Тетрадки, пластилин есть. Моя школьная форма, ну, юбка черная. Еще белая рубашка и кофточка еще розовенькая. И там еще золотые крапинки такие. Первый день ярмарки получился насыщенным. Несмотря на то, что потока покупателей не наблюдалось, у каждой торговой палатки практически всегда были люди. И интерес у каждого свой. Кто-то пришел за карандашами, тетрадками и рюкзаком. Другие за школьной формой. Кстати, она была на ярмарке представлена в широком ассортименте и по довольно доступным ценам. У нас сегодня есть ассортимент как для девочек, так и для мальчиков. Для девочек у нас в основном пользуются спросом это обманочки, жилеточки, жакеты, дальше еще белые рубашечки. В основном цены у нас предельные, допустимые. От 50 рублей и выше. Рубашечки у нас на девочку 40-45, есть еще некоторые 35. На мальчика у нас рубашечки тоже от 30 рублей и выше. Школьница Катя вместе с мамой и папой собирается в школу, примеряя одну юбку за другой, сравнивая фасоны и модели, представленные на школьной ярмарке. Определиться никак не могут, уж очень все нравится. Сегодня приехали, в принципе, что одежду там, блузку и купили рубашку. Портфель вот тоже огромный выбор на рынке. Ортопедийский нам нужен был, купили портфель. Ассортимент, ну и достаточно, я думаю, выбор есть и можно выбрать. Ценовой, ну, конечно, хотелось бы поменьше, но так вполне может быть. Ну, сейчас молодежь такая, что, наверное, сложно выбрать. В принципе, то, что нравится им, надо, наверное, выбирать, ну и смотреть, как бы, чтобы практично было и удобно. Ценовой диапазон и ассортимент, в принципе, устраивает. По ценам разные совершенно в разных магазинах, ну, каждый может найти себе то, что ему понравится. Что касается ассортимента, ну, возможно, хотелось бы побольше иметь выбор для девочек одежды и, ну, мальчиков не приглядывалось, не смотрела. Посмотреть, прицениться, выбрать то, что по душе на школьной ярмарке мог любой желающий, преимуществ несколько. Есть немалый ассортимент. Во-вторых, качество, которое подтверждено тем, что люди приходят и покупают не первый раз. В-третьих, цена многодетным семьям скидка 10%. Продолжение следует...